Здравствуйте, дорогие студенты! Мы вас рады приветствовать сегодня на мероприятии День Кипра. Украина и Кипр – экономические и культурные связи, организованные информационным центром Европейского Союза при Херсонском Государственном Университете. Сотрудники нашего центра вели переговоры с глубокоуважаемым послом Республики Кипр в Украине. Новым сестер факт, физгосп, здоровье человека и туризма, ИНИС. Никого не пропустила? В рамках сегодняшнего мероприятия запланировано, во-первых, проведение викторины, мифический остров Кипр. Также проведение конкурсов, презентаций за тематикой сегодняшней нашей встречи. Также сегодня для вас будет рассказ студентов факультета экономики и менеджмента Киричок Андрея и Герасимова Татьяна касательно стажировки в Восточно-Средиземноморском университете в городе Фомагуста в Республике Кипр, которая проходила в феврале этого года. Правильно, ребята? Также сотрудник нашего отдела с вами проведет презентацию, для вас покажет презентацию и дебаты касательно образования в Республике Кипр. А сейчас предлагаю вашему вниманию послушать интересные факты, связанные с такой прекрасной европейской страной, как Кипр. Кипр — это божественный уголок Земли, остров Сад, который манит к себе уже не первое тысячелетие. Кипр расположен в восточном конце Средиземноморья. Этот остров — солнце и ветром. Истории и легенды. Плодородные долины и покрытые сословыми лесами горы, необычайной красоты, они ведут со всех сторон к чистому, как бриллиант, морю. Византийские дворцы и церкви, мозаика и древнейшие монастыри манят всех путешественников со всех уголков Земли. И везде, куда ни взглянешь, печать прошедших цивилизаций. Кипр предлагает своим посетителям незабываемый отдых. Он очень полон колоритных контрастов между старым и чем-то новым, современным морскими пейзажами и ландшафтами, между бурлящей жизнью городов и спокойствием уединенных деревушек. Каждый из основных городов острова имеет свой индивидуальный характер, который переплетается и с историей, и с мифологией этой страны. Также страна славится богатством и ценностью археологических достопримечательностей, которые свидетельствуют об искусстве и утонченности людей из прошлого. Для любителей природы здесь простираются огромные ковры из диких цветов, а также богатое разнообразие пернатых друзей, бабочек и насекомых ждут своего открытия и исследования. А сейчас мы как раз и подошли к практической части нашей сегодняшней встречи. Сейчас проведем для вас, ребят, викторину, мифический остров Кипр. За правильный ответ я вам буду давать звездочки. И кто соберет пить наибольшее количество, у нас будет третье, второе и первое место. И получат, ребята, вы призы от представительства ЕС в Украине. Вы что, готовы? Всем видно? Ну что, начнем. Первый вопрос. Латинское обозначение какого металла лежит в основе слова Кипр? Как вы считаете? Цинк, медь, только громче, ручку поднимаем и громче. Железо или же свинец, медь. Правильно. Передаем звездочку. Следующий вопрос. Как вы считаете, в каком году Кипр становится членом Европейского Союза? 95-й год. 97-й, думаем. 2004-й или 2007-й? 2004-й. Правильно. Прошу вас, я чувствую, дать. Постоянно. Следующий вопрос. В каком году Кипр вступил в еврозону? Как вы считаете? В 97-м? 2007-й. Нет, думаем. Последний вариант. 2007-й. Нет. В 88-м. В какой части Средиземного моря находится островное государство Республика Кипр? В южное, западное, северное или восточное? В южное. Слымаем. Восточное. Правильно, восточное. Какое место по величине среди островов Средиземного моря занимает остров Кипр? Второе, третье, четвертое или пятое? Какое, ребят? Трое. Нет, думаем. Четвертое. Третье. Третье место. Третье место. Кипр является третьим по величине самым крупным островом в Средиземном море. Какой из ниже указанных островов является одним из тех двух крупнее Кипра? Он даст. Тенериф. Сенцилия. Сенцилия. Так как Кипр является островом... У него уже есть ответ? Шпания. Турция. Правильно, Турция. Какой из следующих символов мира изображен на флаге Кипра? Как вы считаете? Желтый щит. Белый голубь, две оливковые ветки, желтый щит. Желтый щит. Две оливковые ветки. Правильно. Две оливковые ветки, только кто-то... Эрн-1, Желтый. Вот, как раз на флаге мы видим. В военной базе какой страны занимает 2% территории острова Кипр? В США. Великобритания. Правильно, Великобритания. Великобритания. Как вы считаете, какой украинский город является городом-побратимом Никосии? Одесса. Одесса, Ялта. Алуштоп. Севастоп. В каком из ниже указанных городов находится крупный морской порт? Самагуста, Кирения, Ларнака или Папас? Ларнака. Как вы считаете, это самое большое озеро в Европе, здесь зимует розовое фламинго, здесь добывают уникальную соль, здесь проходит ежегодный кинофестиваль. И что у нас осталось? Да, да, здесь зимует розовое фламинго. Парецин, я сказал еще. От названия какого строения происходит город Айя-Напа с тем же именем Венецианского храма, Венецианского моста, Венецианского монастыря или же собора? Собора монастыря. Правильно, монастыря. Согласно мифологии, какой город является родиной греческой богиней любви Афрадиды? Красиво. Пафос, да. Как вы считаете, как возникла Афрадиды? Сморская пена. Сморская пена. Правильно. С каким православным праздником совпадает по времени праздник? Правильно. Что в переводе с языка Элина означает катаклизм? Ураган. Патол. Кадрина. Девочки, вы были. Как шоу помогать? Помога помогать сначала. Не на правильность. Второй по величине город Кипра, где проходит ежегодный винный фестиваль. Пафос, Лимассо, Лимассо. Лимассо. Да. Кто наградил многие пляжи Кипра с голубым флагом за экологическую чистоту и инфраструктуру? Правильно. Евросоюз. Какая из деревушек Кипра славится плетением знаменитого кружева? Ива Левкар. Левкар. Что такое Вароша? Город-призрак, замок, собор или же театр? Город-призрак? Да. Передайте, пожалуйста. Это такой квартал в городе Фомагуссо на Кипре. До турецкого вторжения он был популярным в туристическом месте, а затем стал городом-призраком. Какая личная, думаем, что... Кипрская марка. Доллар. Ну, фунт уже был. Сейчас покажу, как выглядит этот фунт. Вот так он будет. Какие почки, не знаю, у них заботились, а горелка такой. Так, продолжаем. Как вы считаете, что такое МСЗ? Название местного вида спорта? Да? Блюда. Блюда. Вот так оно выглядит, ребята. Такая подача. Что такое лукун? Желе. Правильно. Фруктовое желе. Я думаю, что лежит. Вот так оно выглядит. Чем, помимо великолепного вкуса, уникальное знаменитое кипрское вино Командария? Первый вариант, это рецепт его приготовления, был придуман монахами. Или же французские виноделы пытались выкупить рецепт приготовления этого вина. Есть варианты? Рецепт был придуман королем? Можно? Можно? Рецепт крестового похода. Именно рецепт. Готовили его для своих воинов. Как вы считаете, какое животное является символом Кипра? Черепон. Нет. Вот такая вот живность. Назовите правильно. Действительно, это греческий язык. Как вы считаете, когда день независимости республики Кипра? 30 апреля? Или же в июле, может быть? Июля. Июля. 4 июля. 9 мая. Октября. Вая. Ну, уже все варианты были. 1 октября. Кто из следующих английских параллелей жемился на ноги? Какой? Витчер 1. Витчер 1. Витчер 1, может Витчер 2, может Эдвард 1. Витчер 1. Витчер 1. Какое из животных, по одной из версий, было привезено на Кипр, чтобы контролировать популяцию змей? Собак. Овца? Кот? Осел? Овца. Кот. Кот. Правильно, ребята? Правильно. Кот. Что такое Киево? Хара. Думаем. Сы. Пиво? Сы. Сы. Пиво кто-то сказал? Ребята, кажется, были, да? Да. Рады, пиво. Честно? У меня. С вашей стороны. Я услышала. У меня же пиво. У меня же пиво, да? Пиво. Пиво. Замок Гавлета. Крепость Макбат. Давайте. Препость. Нет, думаем, замок. Дом Рамео. И что осталось? Умашняя Ателла. Умашняя Ателла. Сейчас покажу, как она выглядит. Ломко. Хорошая. Как она выглядит. И последний вопрос. Что предположительно Бог подарил Киприотам? Хармость. Мудрость. Мораль. Интрига. Мораль и осталась интрига, да? Интрига. Входят такие легенды. Ну что, ребята, подсчитаем правильные. Это же не звездочки. Семь. Там, где-то полиции. Восемь. Восемь. Семь. Восемь. И сколько еще? Третье место мне нужно. У нас все. Восемь. Восемь. Восемь ускольких людей. Поднимите ручки, пожалуйста. У двоих. И еще... Семь. А, еще даже так. Хорошо, ребята. Сейчас. Суточку. Суточку. Программа, друзья. Дайте открыть. Суточку. Восемь. Так, восемь. Ребят, поднимите ручку, пожалуйста. Поздравляем вас. И... Семь. Правильно? Ребят, сегодня мы на мероприятии узнаем много интересных фактов о Кипре. И начнем мы прямо сейчас. И действительно, действительно, очень много оцветлений этой страны. Такой интересный факт. Народ, который населял Кипр в медный и бронзовый век, был одним из самых богатых и известных в мире. В то время на острове были огромные залежи меди. Как мы помним, с викторины, даже название страны, связанное с этим металл. Который добывали в больших количествах и экспортировали в другие страны мира. А знаете ли вы такой факт, что через Некассию в столице Кипра проходит так называемая зеленая линия? Знали об этом? Которая разделяет греческую часть и турецкую часть страны. Вот, теперь будете знать. Население острова составляет более почти 800 тысяч человек. Из которых около 160 тысяч это турки, 40 тысяч русские, 17 тысяч англичане. И основную часть населения составляют греки, киприоты. Также интересный факт. Привычная для нас складывание двух пальцев в кружок. Ну, знак того, что у нас все хорошо, все окей. На Кипре используется для того, чтобы показать остальным, что вы являетесь нетрадиционной сексуальной ориентацией. Поэтому лучше воздержаться, если вы будете пребывать в этой стране, воздержаться от показывания вот этого знака. Потому что все может прийти к тому, что вас просто не так появится. Так, а сейчас у нас конкурс под названием «Найдите пару». Я вас прошу пока подготовить ручки, карандашики, что у кого есть. Абсолютно не важно в данном случае. Каждому из вас я раздаю вот такой вот листочек недальше, в котором в первом столбике слова, которые так или иначе связаны со страной. Слева, точнее справа, столбик, где вы найдете значение тех или иных слов. Нужно просто сопоставить. Например, первое слово «галатэ», найти ему обозначение, что значит это слово. И кто у нас с первым справится и даст наибольшее количество правильных ответов, получит приз. Я раздаю вам. И кто справится, передавайте мне, я проверю. Возле значения, возле правого столбика можно циферку написать. Или да, или здесь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Спасибо. 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 Ну что, ребята, проверяем? Давайте проверим. Давайте, подсказывайте. Спасибо. Первый вопрос. У нас была родина, греческая богиня от родителей. Нет. нет. Пафос. 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 Найдида, Никосия, море, Средиземное, третий по величине остров, Кипр, вы сегодня помните, я вам рассказывала, Кипр, страна, которая находится в 75 километрах, как правильно, Турция, второй по величине город Кипра, нет вариантов, да? Правильный ответ и массовый, давайте подсчитаем, что же у нас вышло, у кого наибольшее количество правильных ответов, 4, я слышала, 4, то есть по 4, 5 нет, даже больше нет, да? Хорошо, ребят, так, у кого по 4, мы вас поздравляем, у кого еще по 4? У нас есть, ребят, потом подойдете ко мне, хорошо? Как раз сейчас я попрошу наших ребят с факультета экономики и менеджмента рассказать о стажировке в университете в Республике Кипр в городе Помогуста. Мы вас приглашаем к нам сюда, давай, в каком удобном. У вас фотографии? Ну, конечно, можно сместить, если вам удобно. Ну, нам предоставилась такая возможность съездить в Республике Кипр, в городе Помогуста, в этом университете. И я даже не знаю, с чего начать. Ну, в первую очередь, когда мы приехали, нас встретили, к нам был представлен человек, который сразу побеспокоился о том, чтобы забрать нас, чтобы привезти, поселить, чтобы у нас все было, чтобы мы ни в чем не нуждались. Если у нас возникали какие-то вопросы, мы сразу же могли обратиться, спросить. Мы на следующий день нас отвели к проректору по учебной части. Он нам объяснил, что нужно, где надо зарегистрировать курсы, что, как. Мы зарегистрируем курсы и непосредственно пошли в главный офис. У нас вообще люди очень доброжелательные. Лично я была поселена девочкам разных национальностей, очень много интересных людей, очень много красивых мест. Я даже не знаю. В рамках программы очень много узнала о Кипре. Обучение проходило на английском. Так что, кто знает английский на достаточном уровне, владеет им или хотя бы, я не знаю, достаточный уровень у английского доступа, потому что обучение проходит только на английском. И если вы действительно чего-то не понимаете, то лучше подходить к преподавателю. Преподаватели имеют свое расписание. У них есть часы посещения, к которым вы можете подходить, если у вас возникают вопросы. Непосредственно, если у вас есть какие-то вопросы, ставайте мне, я вам помогу. То есть там осталось очень много моих друзей. И если вдруг у кого-то появится желание поехать туда, вы обязательно спрашивайте, я вам помогу, расскажу. И если у кого-то желания нет... Если что, Марина ставит вам свои данные, координаты, телефоны, если что, у вас какие-то вопросы, вы можете к ней обратиться, контактные данные. Ну, в первый день, когда мы приехали, нас сразу отвезли на экскурсию. То есть показать, так как уже раньше слышали, что Кипр разделен на два государства, на греческую и на турецкую часть. У нас проходило... ну, наш город был на турецкой части. Вот сейчас на фотографии, это мечеть, которая находится в центре города. У них центр города – это крепость. А вокруг крепости уже, ну, получается, город расширялся, и за крепостью уже строились другие дома. Это вот внутри этого... Сдание, да? Да. Дальше. Получается, вот греческая часть, с левой стороны это флаг Турции, а с правой стороны это флаг именно от греческой части Кипра. Потом... Вот это проходили фестивали уже непосредственно в университете. Назывался сам фестиваль. Фестиваль скульптуры. Получается, ну, типа, как вы, регистрировались компании разные, и делали свои скульптуры. Потом была... Ну, студенты организовывали это все, и приглашали преподавателей, они оценивали, и потом, ну, как бы, выставляли места. Ну, самое интересное... Там не предоставилось возможности найти фотографии другие. Парочка только здесь. Там организовывалось очень много разных мероприятий, как учиться в этом университете 13 тысяч... Ну, когда мы были, нам говорили, что училось 13 тысяч студентов разных национальностей. Там на выходных проводили каждая национальность, то есть свой день, они рассказывали про свою культуру. Это все проходило... Ну, от университета есть ихний пляж, назывался он Палом-Бич. На этом пляже проходили все мероприятия их. Вот это вот сейчас фотография, это древний город, называется Саламис. Вот как у нас в Симферополе... Херсонес. Херсонес, да. Это же самое, вот Саламис. Это построены были до нашей эры. Это амфитеатр ихний. Сейчас дальше будут фотографии полностью. Это ваш куратор, да? Да, тут же был писанин. Вот там, получается, вот, когда ехать с Фомагусты в Некосию, в столицу, там, ну, как бы, большое участок, только поле. И посреди этого поля есть, как бы, церковь, церковь, в которой собирались разные картины. Иконы, картины. Это колодец, который был при входе в это здание. Вот эта икона, их только три в мире есть. Это, как бы, их национальная память. Вот вход в нее. Еще на территории университета проходит большой фестиваль. Он назывался этот спринт-фестиваль. Это он проходил в течение трех дней. Приезжали со всего Кипра, приезжали в Фомагуст, в этот университет. То есть люди смотрели, там были большие концерты. То есть это, как бы, праздник не только, ну, как бы, одного государства, а полностью всех жителей Кипра. Ну, так же. Может, какие-то еще интересные факты, что вас впечатлило, может? Хотели бы вы там остаться на постоянной стажике? Честно сказать, нет. Слишком жалко. А сколько времени вы там провели? Полгода, где-то. Да. Чуть меньше. А, спрессировал вас? Это договор между нашим университетом и университетом Кипра, а мы студентами. То есть нам было бесплатное проживание, обучение. Да, только как запитание. А какие методы там отбора? Какой-то конкурс проходил? Ну, что-то типа того. Первым делом, так как договор заключен между нашими университетами, выбирались кандидатуры. То есть выбирались люди, которые активные, которые участвуют везде, получают, например, грамоты или, например, выделились как-либо, либо у них отметки хорошие. А потом среди этого списка выбирается отбор, отбором, то есть... Там, как бы, собеседование еще проходило? То есть уровень английского языка. Это обязательный атрибут, потому что все проходит на английском, и без знания английского ряд ли возможно туда поехать. Ну, а там довольно-таки там неплохо. Если честно, я бы поехала туда еще раз, ну, конечно, не на постоянной основе, но съездить туда хотелось бы. Там очень тепло, мы приехали зимой, и везде там все зеленое, как будто прям лето. На феврале примерно температура, дети, была градусов 14-15. Да, тепло очень было. А летом днем на улицу нельзя было выйти, в феврале такая была. Ну, еще просто. Да, да, 40 градусов. Недалеко был пляж, так что проблем не возникало. Вообще очень красивый город. Ты хотела сказать про Павел Бич. А, еще, получается, есть, да, одно место на Кипре, это ихний пляж, называется он Голден Бич. Это пляж, ну, как бы он находится в горах. Он первый по величине, там какие-то рейтинги занимает, лучшая позиция. Ну, он действительно, он как безлюдный. А туда, он как бы в горах, туда добираться очень долго, но он вот его стоит. Это вот такой вот обрыв, и внизу пляж. Это очень просто невероятно. А вода темно-синяя, знаете, как в фильмах показывают. Там еще вот такой, получается, на этом пляже стоят выиски, и на них написано, когда будете ходить по пляжу, смотрите под ноги, потому что большие черепахи вот эти, у них там гнезда. То есть можно было увидеть, ну, черепах большие. А вот вы с целью обучения, да? Да. Чему там вас обучили? Ну, мы как бы выбирали свои курсы, ну, те, что мы здесь в университете должны были задавать за эти полгода. Мы там выбирали, мы их там сдавали, а тут просто их перезачнули. Мы получили там международный сертификат, ну, как бы обучение там. И стажировку. Ну, как бы и принялся уровень английского языка, да. Ну, самое главное, как бы. Молодцы ребята. Спасибо вам большое за интересную информацию. Еще, ребята, есть вопросы? И желаем, чтобы все тоже участвовали, принимали участие, участие, интересовались, какие есть программы, гранты и стажировки, где вы можете пройти обучение в той или иной стране Европейского Союза. Приходите к нам в центр, мы вам расскажем. Приходите в один международный связи, это четвертый этаж, 402 аудитория. И дерзайте. А вас мы благодарим и вручаем в любую связи с нашим центром. А мы продолжим. Узнавать интересные факты. Еще такой факт, что Кипр является одним из самых южных лыжных курортов Европы. Остров является родиной для более чем 140 вымирающих видов растений. Более 45 пляжей на этой республике награждены голубым флагом Евросоюза. Помните, в викторине мы об этом говорили? То есть мы понимаем, что это самые чистые, самые безопасные пляжи в мире. И ребята тоже нам об этом рассказали и убедились воочию. Айя-Напа в восточной части Кипра является одним из самых популярных ночных клубов Европы. Уровень преступности на Кипре очень низкий. Там абсолютно безопасно. Плотность населения страны составляет около 117 человек на квадратный метр. Также интересный факт, что на Кипре автомобильное движение осуществляется по праве, по левой стороне, например, как в Великобритании. Последние исследования показали, что большая часть населения Кипра, она совсем не читает книги. Ребята, вы об этом слышали? Вот узнала такой интересный факт. Молодцы, молодцы, отлично. Намного больше популярностью пользуются газеты и журналы. На острове обитает более 370 видов птиц. Очень-очень много. Ребята, у меня для вас следующий конкурс, ну точнее даже викторина, который называется «Угадай, кто мы». Перед вами на экране будут появляться слайды с известными людьми, которые так или иначе связаны с Кипром. Возможно, они родились на Кипре. Возможно, они приезжали в эту республику на отдых или тому подобное. Кто быстрее всех справится, точнее угадает, тоже будем собирать звездочки и потом определим. Да-да, нужно. Определим, кто. Да. Отлично. Кто у нас самый лучший знаток? Правильно. Передаем, пожалуйста, звездочкам. И такая небольшая справка. Напомним, как произошла эта магическая справка. Значит, да. Дальше. Знаете, кто этот молодой человек? Привет. Правильно. Давайте вспомним, как его зовут. Он родился в англ-кибриотской семье. То есть в невокорне с Кипром. Подскажу имя. Джордж. Да, Джордж Майкл. Что, не похож? Дальше. Как вы считаете, кто это? Ричард Первый. Ричард Первый. Львиное сердце. Английский король. Передаем. Краткая информация. Он прославился своим мужеством, участвуя в крестовом походе. Он проплывал мимо Кипра. Один из кораблей, где находились его сестра и невеста, штормом прибило к берегу. И правитель Кипра, византийский князь, отправил принцессы команду корабля в заточение. В ответ разгневанный Ричард Львиное сердце высадил на острове свои войска, разбил армию этого князя, бросил его в темницу и оккупировал Кипр. В мае 1191 года, в часовне одного из замков, он обвенчался с принцессой Беренгарией. Вскоре он продал остров ордену тамплиеров. А мы продолжаем. Вы знаете, кто это? Просто нужно немножко вспомнить. Как же зовут эту женщину? Кто? Правильно. В этом известном человеке. В 70-х годах она посетила Варошу. Мы помним, что это квартал. Город-призрак. В городе Фомагуста. Не вспомнили? Ну и хорошо, я подскажу. Элизабет. Кто первая? Тейлор. Тейлор. Вы были первой. Итак, продолжаем. Думаю, кто это? Хотя бы сфера деятельности. Знакомо вам его лицо или нет? Давайте краткую информацию. И проявляется одним из самых популярных направлений среди знаменитостей и мечтающих о спокойном отдыхе. Именно поэтому остров стал регулярно привлекать звезд из разных стран мира. Как сообщает портал, это певец. В портал ВИП-туризм в Пафосе не так давно останавливался этот мужчина. Он канадский рок-музыкант. Он гитарист. Он автор и исполнитель своих песен. Опять подсказка. Можно следующий? Брайан. Да, Брайан Алис. И тут вы точно угадаете. Брайан Алис. Как зовут имя? Старший. Брайан Алис. Брайан Алис. Брайан Алис. Как его зовут? Ритих. Бритих. Гарри Уэльский. Небольшая справка. Как сообщили британские СМИ, принц Гарри отметил свое 28-летие именно на Кипре. Принц посетил военную базу Акротири сразу после завершения своей 4-месячной службы в качестве пилота вертолета в Афганистане, где он сейчас находится. По установленным правилам, все солдаты, отслужившие там, направляются на 24 часа или 36 часов, то есть это некая передышка в Акротири для отдыха на Кипр, прежде чем вернуться на свою родину. Примечательно, что алкоголь строго запрещен для тех солдат, которые проходят службу в Афганистане, но на Кипре они уже могут немного расслабиться. Следующая известная личность. Бевесаус. Да, Руссо. Правильно. Эль-Хавраам Руссо родился на Кипре и вырос в Сирии. Он сын бывшего французского легионера и киприотки, которая была младшим мужем почти на 30 лет. Венера. Думаем. Вот кто это? Мухина? А, Мухина. Да. Сульта. Ну, понятно, что да. Ну, статуя. Вспоминаем. А, я расскажу небольшую историю. Погадаем. Да, девушка правильно обратилась к Пигмалиону. Правильно. Пигмалион и Галатея. На Кипре жил одинокий художник и скульптор Пигмалион, герой греческих мифов. Жил он одиноко, избегая женщин Кипра, торговавших своим телом. Однажды он сделал из блестящей белой слоновой кости статую девушки необычайной красоты. Как живая стояла она в мастерской художника. Часами он любовался своим произведением или полюбил созданную им самим статую. Он назвал ее Галатея. Он дарил ей драгоценные ожерелья, запястья и серьги, одевал ее в роскошные одежды. Украшал голову венками из цветов, как часто шептал он ей. О, если бы ты была жива, если бы могла отвечать на мои речи, о, как бы я был счастлив. Но статуя была нема. Наступили дни празднеств в честь Афродиты. Пигмалион принес богине любви в жертву белую телку с вызолоченными рогами корову. Простер к богине руки и с мольбой прошептал, чтобы дала она ему женщину, столь же прекрасную, как Галатея. Пигмалион не решил спросить богов оживить его статую. Он боялся прогнивать своей просьбой олимпийцев. Ярко вспыхнуло жертвенное пламя перед изображением богини любви Афродиты. Этим богиня, тронутая такой любовью, давала понять Пигмалиону, что услышала его мольбу. Вернулся художник домой. Он подошел к статуе и, о, счастье, о, его радость, в Халатея жила. Бьется ее сердце, в ее глазах светится жизнь. Она стала женой его и родила ему дочь Пафос. Ставшую эпонимом города на южном берегу Кипра, о котором мы сегодня упоминали. Центра культа Афродиты. Миф связан с культом Афродиты или Астарты, жрецом которой был Пигмалион. Так дала богиня Афродита красавицу жену Пигмалиону. И по некоторым данным Пигмалион тождествен с кипрским адонисом Пигмаем, возлюбленным Афродиты. И по другой версии мифа, Пигмалион влюбился в изображение самой Афродиты. Вот, ребят, так что, посчитаем. Сколько у нас звездочек? Сколько? Две я услышала. А, значит, две, да? Это у вас, да? Нет, у вас есть. У вас, да? А, три даже, да? У вас. У нас есть тоже три. Поздравляем вас. Ребят, и... Также продолжаем узнавать интересные факты о Кипре. Удивительный факт, что киприотки являются одними из самых известных в мире модниц. Таня, так это? Заметила это? Есть такое, да? За новую одежду они готовы продать все. Примером этому является период финансового кризиса, когда во всем мире продажи модных одеяний упали, а вот на Кипре даже немного выросли. Забавный факт, что у таксистов сложилась традиция не давать сдачу за проезд. Это касается любой суммы денег. Дайте вы ему 50 долларов. Он, если стоит проезд 20 долларов, он вам сдачу вообще может не дать. И вообще можно сдачу вообще не ждать. Также по всей территории страны такой интересный факт, что расположены специальные кафе, куда можно заходить только мужчина. Не слышали о таком? Даже такое у них бывает. А знаете ли вы, что Кипр является одним из мировых лидеров экспорта вина? Слышали об этом? Ежегодно здесь проходят так называемые фестивали вина, на которых заплатив всего полдоллара, половину доллара, можно неограниченно пить этот напиток богов. Интересно знать, что 79% населения Кипра исповедуют греческое православие, около 19% мусульмане, остальные исповедуют другие религии. Выходные дни в банках и некоторых магазинах это среда и суббота. Необычно так они сделали развивку недели на выходные. Несмотря на то, что Кипр омывается со всех сторон Средиземным морем, на острове почему-то вообще не ловят рыбу. Это удивительный факт, связан с течениями, проходящими у берегов Кипра. Рыбаков мало. Ребята, сейчас для вас проведет презентацию возможности обучения Кипра и также проведет небольшие департы касательно обучения и образования в этой стране. Проведет для вас сотрудник нашего отдела, председатель Херсонской областной ячейки Всеукраинской молодежной либеральной организации Европейской молодежи Украины, руководитель Евроклуба при нашем университете Базаченко Виктория. Виктория, мы вас приглашаем. Здравствуйте. Прежде всего, я очень рада приветствовать в нашем информационном центре Европейского союза. Здравствуйте. Все подойдут. Да, хорошо. Я хотела сказать, что Кипр это не только туристический и деловой центр. Здесь можно получить качественное образование, как среднее, так и высшее образование. На Кипре расположены факультеты британских вузов. Также всего на Кипре 7 университетов, самые известные из них Кипрский международный университет, Никосийский университет и Восточно-Средиземноморский университет. В колледжах, например, можно получить не только специальность, но и степень бакалавра в разных областях. Это может быть и бизнес, это может быть и компьютерные технологии, общественные и гуманитарные дисциплины. Также в большинстве колледжей учеба начинается в конце сентября, в начале октября. В большинстве колледжей также хотела озазначить, что регистрация студентам, чтобы обучаться в школе, колледжа нужно за 2-3 недели до начала самих занятий. Также студенты, которые жители Кипра, они при обучении могут варьировать нагрузку, то есть выбирать в себе количество курсов. И параллельно работать. Оплата при этом зависит от количества взятых курсов. Студенты и иностранцы, к сожалению, работать не могут в Кипре. И хочу отметить, что эта стоимость обучения для иностранцев дороже, чем для жителей, которые живут в Кипре. И значительная часть стоимости могут составлять учебники, которые составляют 35-50 евро. Зачетов не бывает у них. Есть только тесты на уроках, самостоятельные занятия, и групповые проекты. Экзамена по каждому курсу бывает только два. В начале и в середине семестра все учебные заведения беспокоятся о проживании своих студентов. Крупные заведения имеют свои общежития, проживание в которых относительно недорогое. Иностранным студентам с ограниченными финансовыми средствами колледжи помогают находить дома и барсиры, которые намного дешевле. Колледжи без собственных общежитий также устраивают свои студентов в апартаменты. Настя, приходим сейчас к возможностям обучения. Мы сейчас посмотрим с вами. Нет, вперед. Это отсутствие вступительных экзаменов в частных вузах, высокий уровень образования, как мы видим, диплом международного образца, широкий выбор специальностей на греческом и английском языках. Это можете выбрать. Или греческий, какой вы владеете, каким языком. Возможность оформить разрешение на работу во время учебы. Крупнейший и престижный частный университет, как вы видите, имеет три филиала, в которых обучается пять тысяч студентов. Также в этом университете есть четыре факультета. Факультет управления бизнесом, общественных наук и права, прикладных и инженерных наук, педагогический университет. Этот университет сотрудничает как с университетами Великобритании, так и с другими университетами. Да, следующим. Это продолжение. Это нашего некрасийского университета. Здесь вы можете увидеть цену обучения в этом университете, а также необходимые документы для зачисления. Также здесь, в дальнейшем, это уже Киберский международный университет. Этот университет был создан в 1997 году. Также этот университет готовит студентов на английском языке, практически все. Также требования к университету мы можем увидеть в бакалаврате, это 4 года и магистратура 1,5-2 года. Также дальше, главный, следующий слайд, да, главное преимущество этого университета, это то, что в этом университете есть новейшие технологии компьютерные, большое количество иностранных студентов из 28 стран, как мы видим, и также место в списке мировых университетов ЮНЕСКО, этот университет. Но вы, кстати, можете зайти и посмотреть на этом сайте про этот университет, кто желает. Дальше, следующий слайд, это у нас Восточно-Средиземноморский университет, последний, который остался, это он среди нескольких университетов самый большой и наиболее продвинутый как по качеству образования, так и по известности, по развитию собственной инфраструктуры. Университет имеет огромную базу, собственный центр здоровья, включая скорую помощь, общежитие, открытый и открытый спортзал, футбольное поле и теннисный корт. Также этот университет предлагает студентам широкий выбор программ высшего образования, которые позволяют ее получить степень бакалавра в инженерном деле, архитектуре, искусстве, науке, образовании, туризме, высокого уровня, обучения на Кипре по 30 специальностям. Именно в этом университете здесь присутствуют 9 факультетов. Это инженерия, архитектура, бизнес и экономика, науке, искусство, преподавательство, юриспруденция, коммуникации, туризм и так далее. Также есть такие стипендии и гранты этого университета. Вы можете, вот у нас на базе нашего информационного центра Европейского Союза существует такая книга, которая есть про все университеты, образование, стипендии. Вы можете детально ознакомиться с этим университетом. Спасибо, Настя. Сейчас я еще хочу отметить, что я была в посольстве Кипра. Посольство нам предоставило очень такую интересную литературу. Буквально в Одессе в сентябре месяце проводился форум по инвестициям. Здесь вы можете познакомиться также в цифрах о статистике «Инвестиции в Украине и Кипре». Здесь очень хорошо показано. В экономику вы можете посмотреть, кому интересно. И еще одна книга очень интересная. Здесь о истории и цивилизации Кипра с картинками. Очень красочно. Каждый, кто желает, может прийти и почитать эту литературу. Спасибо за внимание. Ребята, спасибо вам огромное за участие. Надеемся, что мы сегодня смогли хоть на короткое время перенести вас в эту замечательную и чарующую своим разнообразием страну Кипра. И мы будем вас ждать на наших следующих мероприятиях. Будем вас рады видеть, что вы будете нашими гостями на последующих наших мероприятиях. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.